Наступление может начаться где угодно, в любой абсолютно момент. Российская Федерация войну в текущем режиме способна продолжать десятилетиями. В армии Российской Федерации человеческая жизнь равна нулю. В Волчанске мы видели группы, которые просто шли вот так по минным полям. На зомби-апокалипсис очень похоже. Классические мясные штурмы в деле. Более того, я скажу непопулярную вещь, но классические мясные штурмы работают. У меня младший брат, он служил на тот момент, может быть до сих пор служит в Росгвардии. Прямой конфликт он будет. Прямой конфликт РФ и стран НАТО. Для того, чтобы захватить Эстонию Российской Федерации нужна неделя. Глобальная цель РДК это демонтаж существующего кремлевского режима полностью. Мы рассматриваем победу не в виде каких-то договоренностей, не в виде заморозки конфликта. Победа это победа на поле боя. Других нет вариантов. Все остальное это не победа. Меня зовут Александр. Мой позывной «Фортуна». Мне 40 лет. Я глава штаба РДК. В Украину я переехал в 2017 году. У меня жена киевлянка. Мы в какой-то момент решили, что будем жить в Киеве. Плюс у меня в России заканчивались контракты по работе. Я сам из Новосибирска. Я не планировал никогда быть военнослужащим. Но началась широкомасштабная война. И я, как и многие другие, пошел добровольцем сразу с первого дня. В этой войне виновата огромное количество людей. Степень вины, понятно, у всех разная. Но если сейчас вдруг Путин куда-то исчезнет, в какой-то мере это будет шокирующим событием, естественно, для России и радостным для многих других стран. Но глобально это ничего не поменяет. Возможно, вот, например, есть такая теория, которой придерживаются западные партнеры, что его исчезновение вдруг внезапное по состоянию здоровья, например, сделает только хуже. То есть на его место придет другой человек, либо другие люди, которые простимулируют создание вообще там какой-то хаоса на территории Российской Федерации. И этим невозможно будет управлять. И с этим невозможно будет договориться и вообще в принципе что-то сделать. Поэтому тут вопрос не только лишь в Путине абсолютно. Если говорить про направление работы, наверное, тут проще сказать, где нас не было, чем где мы были. Есть громкие операции, там тот же Красный Днепр на Каховке, десант, и остров Змеиный, и, ну, естественно, рейды на территорию Российской Федерации. Они начались 2 марта 23-го. Это был Брянск, ну, это Брянская область. И, собственно, потом вот эта зона ответственности, она у нас такая осталась. Это Курская, Брянская, Белгородская область. Операции по РФ проводятся на постоянной основе. Всегда есть присутствие бойцов РДК и на границе, и за границей. Если мы говорим про Харьковское так называемое наступление, на планы РДК это не повлияло вообще никак. Так Россия попыталась показать что-то похожее на то, что делаем мы. В итоге это все обернулось, по сути, расширением некой серой зоны, в которую не попал ни один крупный населенный пункт. То есть даже Волчанск, несмотря на то, что из него были эвакуированы практически все местные жители, на момент активной фазы Волчанск полностью не был ни захвачен, ни удержан. Бои продолжаются, то есть туда отправляют людей, я имею в виду со стороны РФ, люди там просто погибают. И абсолютно непонятно стремление удержать этот населенный пункт. Продвигаться от Волчанска в сторону Харькова это самоубийство абсолютное. Ну то есть там просто нет возможности продвигаться, поскольку там река. Продвигаться в восточную сторону тоже нет абсолютно никакого смысла. Ну то есть если продвигаться в восточную сторону, нужно открывать второй по сути фронт. Для того, чтобы развивать какой-то нормальный успех, понятный, и какую-то динамику показывать, там нужно собрать группировку, ну 500 может быть тысяч для России. Я не думаю, что у них есть на сегодняшний день возможности для этого и вообще какие-то там определенные планы. То есть никакого, я думаю, глобального плана не было, скорее всего. Это просто прощупывание обороны и попытка стянуть резервы Украины на защиту. Вот и все. В любом случае, если даже вдруг будет такой план, то Харьков об этом будет знать. Ну я думаю, это абсолютно нереально. Я думаю, что разговоры о масштабных наступлениях РФ это во многом российское ИПСО. Во-первых, эта тема очень муссируется и в российском инфополе, и в каналах таких, так скажем, не очень лояльных Украине. Поэтому это больше такая попытка держать в напряжении украинское общество, во-первых. Во-вторых, любой гражданин Украины, любой человек, который здесь живет и считает себя частью украинского общества, для него вообще не должно быть в принципе вопросов таких, а когда будет наступление, когда не будет наступление, а будет оно там, а будет оно здесь. Но мы живем все в состоянии войны. Наступление может начаться где угодно, в любой абсолютно момент. И рассуждать, будет ли оно в Сумской области, будет оно в Херсонской области, оно может быть где угодно. Поэтому готовиться надо к тому, что оно будет где угодно, до тех пор, пока Россия эту войну не проиграет. Надо всем консолидироваться, работать, помогать фронту, а еще лучше идти на фронт. И все. Если мы говорим о тактике наступления, которую применяется страны Российской Федерации на разных направлениях, она отличается, это вполне нормальное явление. И если мы говорим о ЗСУ, это тоже выглядит точно так же. Во-первых, все зависит от непосредственно тех сил, которые наступают, в чьей зоне ответственности находится участок фронта, либо чья вообще, в принципе, это операция, кто ее управляет, кто командует, какие вообще силы задействованы. Поэтому, да, на разных участках разная тактика. Но зачастую, если мы говорим о Российской Федерации, то это такая история, как говорится, не от хорошей жизни. То есть люди пытаются штурмовать на мотоциклах, не потому что это эффективно, не потому что это, не знаю, какое-то там новое слово в военном деле, потому что просто больше нечем. Вот, это такая русская смекалочка начинает работать. Ну, давайте мы попробуем минное поле. Так, мы его пешком не проходим, мы его на технике не проходим, давайте его пробуем на мотоциклах. Ну, то есть тут надо еще делать скидку на то, что в армии Российской Федерации человеческая жизнь равна нулю. И отправить 10 человек, 100 человек, 1000 человек на Волчанск, это, ну, вот между этими тремя показателями нет никакой разницы, абсолютно. На Волчанске мы видели группы, которые просто шли вот так по минным полям, там могло идти 10 человек, тут рядом идет 50 человек, они взрываются, тут же снова новые группы выходят. Вот, это выглядит вот так. Это просто прощупывание обороны низкоквалифицированным личным составом, низкого качества, так скажем, низкого уровня подготовки. Это люди, которых не жалко. Если мы вспомним про Купянск прошлого года, там была очень показательная тактика, когда на линию обороны стороны Украины Российская Федерация выпускала сначала толпы бывших заключенных, Шторм-Зетт там и прочих соединений, они просто вот как муравьи куда-то шли, там взорвались, там взорвались, там всех расстреляли, там попали под артиллерию, а вот здесь в этой точке просочилась какая-то группа. То есть там, не знаю, погибло 500 человек, 10 человек вот именно в этой точке прошло. О, все, давайте, значит, здесь развивать успех. Потом в эту точку направляют еще чуть больше. Если становится понятно, что да, там вот можно проткнуть фронт, ну хотя бы как-то, вот тогда туда уже можно отправить более подготовленных кого-то. Ну это нормально, с их стороны практика, ничего такого нет. На зомби-апокалипсис очень похоже. У нас был случай в Волчанске, когда у нас пулеметчик просто лежит вдоль улицы, и на улицу выходят там несколько десятков персонажей из зомби-апокалипсиса. Он просто, ну, там три минуты и роты нет. Классические мясные штурмы в деле. Более того, я скажу непопулярную вещь, но классические мясные штурмы работают и показывают себя с очень хорошей стороны. Просто Российская Федерация может себе позволить классические мясные штурмы. Это абсолютно нормальное явление, когда из бригады, там, из полка выживает 10 человек. Нормально, как бы, еще наберем. Ничего там страшного нет. Вот. Вполне, ну, если человеческая жизнь равна нулю, то, конечно, лучше на какое-то направление, на прорыв отправить бывших заключенных, бомжей, которых сейчас ловят, там, по крупным городам-миллионникам, еще кого-то, чем отправить, например, дорогостоящий танк. Которые подобьют, сожгут. И, ну, зачем это делать, если можно отправить пехоту, которая ничего не сделает. Если говорить про актуальные проблемы, вообще, в принципе, на фронте, именно с точки зрения применения каких-то новых тактик, каких-то новых нюансов военных в наступательных операциях, оборонительных операциях, здесь все в целом исходит из противостояния двух военных доктрин. Если мы говорим про армию РФ, это абсолютно стопроцентная армия образца Красной Армии 41-го года, ну, грубо говоря, большие наступательные операции огромным количеством низкоквалифицированного личного состава, с использованием бронетехники старой, которую не жалко, с использованием авиаударов, в том числе по площадям и по мирным населенным пунктам. Ну, то есть не поменялось ничего. Если мы говорим про украинскую военную доктрину, это уклон в сторону высокотехнологичной армии, делающей ставку, так скажем, на технологии. И большая ставка на высококвалифицированный личный состав и на узкопрофильных специалистов. Вот, наверное, если в двух словах, то так. Если мы говорим именно про какие-то, так скажем, проблемы текущего времени, с которыми сложно пока что-то делать, это отсутствие комплексов ПВО по всей линии фронта. И в противовес этому армия Российской Федерации использует и ФАБы, и КАБы, и достаточно большое количество авиасредств и авиаудары. И сделать с этим пока ничего нельзя, поскольку не насыщен фронт системами ПВО. Поэтому мы видим, как безнаказанно бомбят Харьков практически каждый день. И с носителями сделать особо ничего нельзя на сегодняшний момент. Ну, то есть они не боятся, так скажем, подлетать и выполнять авиаудары. Армия Российской Федерации имею в виду. Плюс это развитие БПЛА направления. БПЛА развивается и у нас, и в РФ. Но в РФ это поставлено на очень широкую ногу, на государственный уровень. Я сейчас не готов сказать с точки зрения технологий, насколько все там лучше или хуже, но в любом случае источник производства практически у всех одинаков. Это Китай, ну и вообще там в целом Азия и комплектующие, и сами дроны. Все в принципе и у нас оттуда, и у них оттуда. Но у них применение БПЛА на сегодняшний день носит более массовый характер. Если мы в начале войны не знали, что такое ФПВ-дроны, то на сегодняшний момент это огромная, просто колоссальная проблема на фронте. Ну, то есть это такая очень страшная история, которая, в общем-то, с переходящим успехом используется обеими сторонами. И, конечно, за этим будущее. Вообще, в принципе, это отдельное военное направление, за которым очень большое будущее. И очень важно взять в нем инициативу в свои руки. Касаемо Ф-16 и прочих чудес света, на самом деле я бы не делал какую-то супербольшую ставку на это. Не потому, что это какая-то плохая техника, либо что-то еще. Просто, опять же, люди, не совсем разбирающиеся в военном деле, они думают, что паритет в воздухе, это вот у противника есть 10 самолетов, и у нас есть там 10 самолетов, 11. И вот мы как бы там плюс-минус в этом уравнении на равных. Это не так все работает. Это работает, исходя из задач, исходя из типов носителей, что может нести тот или иной самолет, вертолет, какое-то там еще средство, что не может, какова специфика его применения, насколько хорошо воздух прикрывает земля. Ну, это целый огромный комплекс мероприятий. И многие об этом, естественно, не думают. Плюс эти F-16 надо где-то хранить. Нужна инфраструктура для их ремонта, для их обеспечения. Пилоты, запасные пилоты, так скажем, персонал обслуживающий. Это огромная-огромная подводная часть айсберга, о которой никто не думает. То есть, если нам прямо вот сейчас дадут 10 F-16, ничего это не поменяет абсолютно. А когда будет готова инфраструктура, тогда, конечно, мы можем уже о чем-то говорить. Либо когда будет уничтожена готовая инфраструктура в Российской Федерации, тогда мы тоже можем о чем-то уже говорить. Поэтому это, безусловно, хорошо, очень хорошо, это огромный плюс, и это очень сильно поможет, но никакого чуда не произойдет. Российская Федерация войну в текущем режиме способна продолжать десятилетиями. Сколько угодно. Поскольку человеческий ресурс на сегодняшний день там практически неисчерпаем, и, ну, то есть, мы видим, что в силу того, что гражданское общество полностью отсутствует как таковое, людям завтра скажут, что мобилизовывают всех, ну, значит, всех. Да, будет определенное количество недовольных, которых просто полицейскими дубинками загонят на фронт. Там понадобится женщин, загонят женщин, пенсионеров, пенсионеров. Ну, то есть, это абсолютно нормальная история, и все должны это понимать, что никакого общественного возмущения вот на сегодняшний момент ждать невозможно. Общественное возмущение, мы можем какие-то его зачатки увидеть с подачи элит. Если элиты, так скажем, начнут пытаться там что-то говорить против и делать что-то, тогда ничего возможно. Но существующий кремлевский режим эту войну способен продолжать десятилетиями, потому что эта война, и вообще, в принципе, военный конфликт как таковой, это один из залогов его существования. Без военного конфликта существующий режим не может существовать никак вообще. Он необходим для того, чтобы коллективный, так скажем, Путин мог, собственно, находиться у власти. Если говорить о применении ядерного оружия страны РФ, я не уверен, что это возможно и что они решатся, поскольку это один из таких вечных козырей, о котором говорят и который работает в качестве просто запугивания. Ну, потому что после этого уже будет как бы все. И, ну, то есть ситуацию уже невозможно будет повернуть в какую-то другую абсолютно сторону, там, не политически никак. Вот. Это такая... такая штука, как код Шреддингера, поэтому тут, ну, будут пользоваться этим до последнего. Тактическое оружие, оно такое достаточно специфическое, и в любом случае его применение, оно влечет за собой достаточно большие последствия и для населения, и для экологии, и много для чего еще. Ну, невозможно взять и куда-то просто точечно ударить какой-то боеголовкой, пускай даже тактической. Если мы рассмотрим, была такая одна версия, что хотели там когда-то, думали, что хотели ударить по-заменитому, для того, чтобы там запугать всех, что вот мы можем и так далее. Но если проанализировать, то хуже всего от этого было бы Турции, как раз поскольку благодаря течениям в Черном море, благодаря розе ветров, вот это бы все ушло бы просто в Турцию. Ну, и как бы зачем это делать? Ну, то есть это же такая история очень опасная, я думаю, они не будут этим заниматься. Если мы говорим о противостоянии РФ и условно стран НАТО, я думаю, что чем дольше длится война в Украине, тем больше Российская Федерация радикализируется с общественной точки зрения. Кристаллизация определенная происходит в взглядах и политических, и общественных, экономика постепенно переходит на военные рельсы. И если мы смоделируем ситуацию, допустим, завтра Российская Федерация нападает на Эстонию. Для того, чтобы захватить Эстонию, Российской Федерации нужна неделя и пара механизированных батальонов. То есть они могут воспользоваться тактикой, той, которую они применяют сейчас. Это просто авиаудары по населенным пунктам, огромное количество беспилотников, и потом туда заходят войска. Все. Ну, то есть территория вот такая на самом деле. Я не думаю, что страны НАТО будут бить по своим городам с использованием авиации, как это было, например, в Югославии в свое время. Ну, то есть там одни стеснялись, а другие вообще не стеснялись. Вот здесь будет точно такая же история. А если мы рассмотрим ситуацию, когда, например, русский добровольческий корпус заходит в Воронеж, и в Воронеже живут мирные жители, то армия Российской Федерации будет его бомбить абсолютно беспощадно, не считаясь ни с чем. И я думаю, что страны НАТО не совсем до конца понимают системы ценностей и системы координат, в которых находится Российская Федерация, и они. Поэтому, раз это возможно, то это рано или поздно случится. Я абсолютно уверен в том, что рано или поздно в той или иной степени там, скорее всего, это будет какая-то гибридная очередная история, но прямой конфликт он будет. Прямой конфликт РФ и стран НАТО. Скорее всего, это мое личное субъективное мнение, скорее всего, это будут страны Балтии, поскольку они наиболее, на мой взгляд, на сегодняшний момент уязвимы, и они находятся непосредственные близости, плюс там история с Калининградом, много политических определенных факторов, плюс мы видим, что на сегодняшний момент в странах Балтии начинает муссироваться история, та же самая старая, как мир, как Российская Федерация, касаемо антироссийских настроений, язык, памятники, культура, все ущемляют и так далее. Сейчас это пошла снова, эта волна. Им из-за этого ничего и не будет, я считаю, абсолютно. Давайте просто представим, завтра Российская Федерация нападает на страны Балтии, через, пускай, две недели она захватывает страны Балтии, и что дальше будет? Ничего не будет. Страны НАТО свой контингент просто выведут к границе, поставят усиление и просто будут пытаться не пустить дальше. Я абсолютно убежден в том, что на сегодняшний момент Россия находится в положении страны, которая не боится вообще ничего, просто не боится. Да, может быть, не понимает риски, да, может быть, где-то очень сильно страдает стратегия и целеполагание, но и общество готовит к тому, что может быть все, что угодно, и в целом, ну, то есть, опасений каких-то нет. А страны блока НАТО считают, что все-таки есть тормоза у соседей, но их нет. Поэтому Россию абсолютно точно необходимо остановить на поле боя, то есть, нанеся именно военное поражение в Украине. Это единственный залог безопасности Европы, безопасности Запада и безопасности вообще в целом всего цивилизованного западного мира. Единственный вариант. Если этого не сделать, то будет продолжаться военный конфликт здесь, там, 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 повсюду, где можно это развивать. РДК на сегодняшний день является единственной, как и другие российские подразделения, единственной существующей оппозиции существующему кремлевскому режиму. Та оппозиция традиционная, так скажем, мне не очень понятно, почему она вообще применяет к себе этот термин и что такого оппозиционного эти люди делают. Ну, то есть, нам на третий год войны абсолютно так до сих пор и не ясно. Планы у нас достаточно масштабные. Глобальная цель РДК это демонтаж существующего кремлевского режима полностью. Демонтаж системный. То есть, мы убеждены в том, что смена существующей власти на точно такую же только с другими лицами ничего не даст. Мы убеждены в том, что необходимо нанести военное поражение Российской Федерации. Убеждены в том, что Украина должна достичь своих целей, то есть, выйти на границы, вернуть неокупированные территории. Но для Украины на этом война к большому счету закончится для обычного гражданина. Для нас завершение войны это полный демонтаж существующего кремлевского режима со всеми институтами управления, полная перезагрузка, поиск всех виновных в этой войне и наказание всех виновных в этой войне в соответствии со степенью их вины. Трибуналы, репарации, полностью обновления всей системы управления государством. Только демонтаж режима позволит запустить какие-то процессы по юридическим определенным аспектам, то есть, трибуналы, репарации и прочее. Но если мы говорим общественным каком-то коллективном сознании, я думаю, что тут на самом деле есть две теории, я даже не знаю, какая из них более правдоподобна. Есть теория пессимистическая, я на самом деле к ней больше склоняюсь. Россия не один десяток лет прожила в условиях тотальной пропаганды и тотального оболванивания людей, просто люди, живущие в Украине, они не совсем понимают, насколько серьезно там работает аппарат пропаганды и аппарат репрессий. И люди же в этом живут ни день, ни неделю, люди в этом живут годами и десятками лет. И там есть поколение людей, которые не знают, что может быть по-другому. То есть люди, которым по 20 лет, по 25 лет, они не понимают, ну и младше, они же не видели ничего другого вообще в принципе. А это на сегодняшний день наиболее социально-активная пассионарная прослойка населения. Но эти люди не видели ни другой власти, ни другой реальности вообще в принципе. Хотя за ними будущее, по идее. Соответственно, для того, чтобы российское общество могло на равных разговаривать с обществом других стран, понадобится достаточно долгое время. я думаю, мы с вами до этого не доживем. Доживут наши дети, скорее всего, внуки. Но есть другая теория, более веселая, более интересная. Если вдруг завтра по телевизору гражданам Российской Федерации скажут, что все это была большая ошибка, во всем виноват Путин, а мы же не знали, а там вообще оказываются страшные преступления, а что же они творят? Ах, вот, есть там несколько тысяч человек абсолютно виноватых в войне, а все остальные были просто обмануты. Я уверяю, что все везде скажут, ой-ой-ой, да мы же не знали, а мы так и думали, что нас обманывают. Ну, такое тоже может быть. Легко причем, запросто. Там просто инструмент, вот, телевизор, это страшная вещь, просто страшная вещь. У меня и родные и родственники поддерживают ту сторону, плюс была одна история, я, наверное, про нее не рассказывал, у меня младший брат, он служил на тот момент, может быть, до сих пор служит в Росгвардии, и он принимал участие в кампании по оккупации Киевской области. Их колонна заходила в Бородянку, а мы как раз корректировали артобстрелы по Бородянке, вот, и, собственно, благодаря нашей корректировке их колонну разбили, он получил тяжелое ранение, его успели увезти на Гастомель, и потом его отвезли в Гомель вертолетом, вот, чуть не погиб, но я об этом уже позже узнал, я уже где-то через, наверное, неделю, может быть, дней 10 после этих событий узнал. Мы с ним общались до широкомасштабного наступления, может быть, недельки за две, наверное, ну там, плюс-минус, и ему на тот момент сказали, что они поедут куда-то там на учения в Смоленскую область, я ему сказал, слушай, ну, это значит, что ты поедешь точно уже, как бы, на войну, в любом случае, поэтому ты под любым предлогом как-то, там, попытайся улизнуть от этого, да нет, 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 это все ерунда, никакой войны не будет, потом они туда приезжают, он пропадает вообще со связи, то есть, я так понимаю, у них забирают всех телефоны, и все, и, собственно, мы с того момента с ним не общались, мы с ним один раз успели переговорить, уже после того, как он получил ранение, уже, когда реабилитацию проходил в Беларуси, ну, там, особо тоже не о чем говорить, да, да, я все понял, это там ужасно, нас всех обманули, в общем, там стандартный такой набор, но этого хватило, там, может быть, на месяц-полтора, он вернулся в Россию, и там снова началось, англосаксы, НАТО, стандартный набор, тихий дом, современный, ну, все родственники, родители резко против, и я не поддерживаю просто общение, там, как бы, есть политическая, так скажем, составляющая, идеологическая, то есть, мне просто не о чем с ними разговаривать, если они поддерживают условно. Если говорить про инструмент пропаганды в целом, тут же, на самом деле, очень такая условно-простая психология действует. Во-первых, есть огромная реально огромное количество людей, которые это поддерживают, которые смотрят телевизор, по телевизору всегда говорят только правду, мы смотрели новости, там, и так далее, вот, и, соответственно, в это абсолютно свято верят. Есть люди, которые понимают, что что-то не так, но любой человек, он устроен таким образом, что виноватым быть не хочет, не желает, и ему это некомфортно, естественно, быть, то есть он вроде бы ничего не сделал, но он виноват, там, не знаю, в огромном количестве разных злодеяний. Конечно, он будет подсознательно думать о том, что оно вот не все так однозначно, не все так просто, значит, это делалось там потому что, и так далее. И, то есть, там такая очень многослойная конструкция самообмана выстраивается. Все люди, которые хотели отмежевать себя от этой всей дряни, они уехали. Давайте так. Уехать из России несложно. У нас есть люди, которые уехали и приехали в РДК, все их имущество помещалось в таком вот пакетике. Там были носки, трусы, зубная щетка. Но они уехали, потому что они не могли дальше себя ассоциировать с тем, что происходит там. они просто все бросили и уехали. Я не говорю о том, что необходимо каждому уезжать и вступать в РДК, хотя это было бы неплохо, но уехать оттуда, не быть частью этого общества, не воспитывать своих детей в этом обществе, не поддерживать эти ценности, не платить налоги, не работать на экономику и вообще быть вне этого всего может любой человек. Абсолютно любой на сегодняшний момент. процент людей, которые приходят в РДК, так скажем, если мы возьмем тех, кто уехал из Российской Федерации и тех, кто пришел в РДК, в СИБА, в ЛСР, не важно, он, конечно, не очень большой, поскольку у нас у всех мобилизационный резерв, он, так скажем, ограничен, но заявки к нам поступают регулярно, у нас достаточно большой запрос на вступление к нам вообще, в принципе, то есть, мы кандидатов и рассматриваем постоянно, и рекруты к нам на постоянной основе приезжают, то есть, мы количественно растем, очень сильно. тут сейчас немножко даже перекос в другую сторону, если раньше у нас планка была пониже и мы брали, так скажем, чуть ли не каждого, то теперь, конечно, мы приоритет все-таки отдаем людям, попадающим в маленькую, в маленькую, так скажем, воронку наших ожиданий. То есть, у нас сейчас где-то один из двадцати такой конкурс, ну, плюс-минус. Из России ребята приезжают постоянно, то есть, это люди, понятно, что огромное количество людей поехало сразу после того, как началась широкомасштабная война, но из России в любом случае люди приезжают сейчас, мы же еще должны думать о несовершеннолетних, которым недавно исполнилось восемнадцать лет, девятнадцать лет, и они могут свободно перемещаться, до этого они это делать не могли, и молодых ребят очень много приходит, и очень много стремится к нам, и мы очень рады этой тенденции, просто на сегодняшний момент даже загранпаспорт получить в Российской Федерации достаточно сложно, там нужно встать на учет, много-много разных моментов, и там все делается для того, чтобы люди не уезжали. во-вторых войны не уезжали. Возьмите если мы говорим об окончании войны, я считаю, что мы все должны быть нацелены как общество на одну простую вещь, давайте вспомним, как вело себя общество в самом начале войны, широкомасштабной, когда все друг другу помогали, когда был огромный подъем волонтерского движения, он и сейчас естественно есть, и огромное спасибо волонтерскому движению Украины, без них бы, без этих ребят и девчат ничего бы не получилось вообще в принципе, но тем не менее, тогда уровень консолидации общества был, ну, наверное, максимальный, все друг другу помогали, все друг друг друга выручали, и все были друг за другом, на сегодняшний момент этого нет, и вот я считаю, что залог вообще в принципе победы, а мы рассматриваем победу не в виде каких-то договоренностей, не в виде заморозки, конфликта, победа, это победа на поле боя, других нет вариантов, все остальное это не победа, это компромиссы, уступки, там, все что угодно, но это не победа, нельзя взять просто все заморозить и закрыть на все глаза, когда там в посадках лежат наши ребята, наши родственники, наши парни, наши девушки, в том числе, дети, мирные граждане, которые уже никогда не будут ни с кем из нас, поэтому я считаю, что залог той победы, о которой я говорю, лежит в консолидации общества, когда люди понимают, что они делают, куда они нацелены, на что они настроены, и есть гражданское население, которое понимает, что оно гражданское население, и оно должно помогать фронту, и есть фронт, который делает все для того, чтобы этой победы достигнуть, тогда будет все хорошо. Продолжение следует...